По данным исследовательского центра института приватизации и менеджмента, в 2019-2024 годах суммарные потери Беларуси за период реализации налогового манёвра составят более 9,2 миллиарда долларов. В эту сумму включаются потери от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты и поступление средств от так называемой перетаможки. Во первых строках своего письма, бесценный ты наш Вован Владимирович, сообщаю тебе, что при виде скукоженного государства нашего союзного подступила к моему сердцу жесточайшая тоска. И про босмочей, про босмочей не забудьте. Сам знаю. И довожу до твоего сведения, что ввели твои босмочи нефтяные супротив меня налоговые манёвры. Но ничего-ничего, я тут с Европой и Америкой кое-какие делишки улажу и сразу к тебе в Сочи подамся. Дорогой ты мой заклятый друг Вован Владимирович. Нещи по-быстрому, Сирога, это письмо Вовану и на словах передай ему, что мне за державу обидно. Да бешенство! Понял. Мигом доставлю. Ибо осторожнее там, Вован дело тонкое. Если у вас нету нефти, И друг не даёт вам её, Контрабанда спасёт, поверьте. С ней отобьём, с ней отобьём, С ней отобьём мы своё родненькое. Но, если у вас нету газа, К вам газ не пускает сосед, Санкционку гоните сразу. Есть ли границ, есть ли границ, Есть ли границ у вас нет? И братских привет! Таможня сидит под нами, Устроено всё хитро, Везём всё сами, И делим сами. А таможня даёт добро. Да наше добро! Так что передать товарышу гаранту? Ответ будет? Передайте Шуре, что пока он не подпишет 31-ю дорожную карту, Нефти мы ему не дадим. И это всё? Нет, передайте ему ещё и вот это. Сегодня весь мир отмечает Международный день таможни. Подключились к этому профессиональному празднику И работники таможни Белоруссии и России. Скажите, в чём заключается специфика вашей профессии? Главная хитрость нашей профессии – Это наша совместная с россиянами борьба с контрабандой. И как это происходит? Ну, как всегда. Очень увлекательно. Сначала мы по традиции ввозим контрабанду в Россию, А потом они, тоже по традиции, Пытаются эту контрабанду словить. Российские таможенники героически задержали Очередной груз контрафакта из братской Белоруссии. Белорусские контрабандисты пытались ввести Большую партию санкционных груш Под видом детского пластилина. Вся партия заморских фруктов Была уничтожена на ведомственном полигоне Псковской области. В объяснениях инцидента Официальный Минск продолжает лепить Горбатого. Алло, Вован? Что там у вас за беспредел с моими грушами? Да вот, Шура, Слышите? Уничтожаем. Это санкционка. Да вы там что? С ума посходили? Мне прям за союзную державу стало обидно. Я ж вот с тебя мзду на границе не беру. Шура, запомните. У нас границы нет. А почему тогда твоя таможня мои груши конфисковала? Которые пластилин? Это гибридная граница, Шура. Ее нет, но когда этого требуют интересы России, она появляется. Румас! Я здесь! Как так получилось, что вы не смогли нормально через границу санкционку протащить? Ну ничего поручить нельзя. Так у них там теперь на всех магистральных трассах таможенники дежурят. Ты, Сирога, мне голову не дуры. Я сам эту таможню с нуля создавал. И как опытный таможенник скажу тебе, не можешь ввести контрабанду магистральными трассами, ввести через глубинку объездными дорогами. Так у них же там по большому счету и дорог-то никаких нет. Правильно. Ты что, не слышал? В России две беды. Дураки и дороги. Не то, что у нас. А у нас что? А у нас твой совмин и дорожные карты. Когда встречаемся с Лаваном в Сочи вечером, тогда вопросы мы решаем беззастенчиво. И возникает спор порой, кто будет первый, кто второй. Вопрос о власти, он, конечно, непростой. В дорожные карты с Лаваном рожимся, ставкаю наша с ним судьба. В нас много азарта. У нас славянская идет борьба. Хочу сообщить вам, разлюбезнейшая фрау Анжелочка Хорстауна, что представляется мне нынче Европа, как чистая белая лебедь. И плыву я к вам с ведрами белорусского кофе, а ко мне навстречу вы с кредитами, любезнейшая фрау. И становится понятно, что наши с вами идеологические сражения закончены. И пришло время строить совместную, стабильную и обеспеченную вашими беспроцентными кредитами мою европейскую жизнь. Товарищ Гарант, разрешите доложить? Докладывай. Белорусские таможенники пресекли ввоз из России в Беларусь более ста тонн продукции, на которую отсутствовали документы. В контрабандном Грузии находилось две тысячи коробок со свежими эквадорскими бананами. Ну, Вован, ну, жук, решил меня на Мякине провести? Так, Румас, немедленно отправь эти эквадорские бананы у Казахстана. Товарищ Гарант, на них нету документов. Что я тебя все время учить должен? Ну, оформь их там как-нибудь на таможне. Что, опять написать пластилин? Ну, ты даешь, Румас. Никакой фантазии. Уже с этим пластилином спалились. Напиши, что это карандаши. И не дури мне головы. И зарубите себе на носу. Наша контрабанда должна быть многовекторной. Прынял из Эквадора бананы, отправленных в Казахстан под видом карандашей. Ебишевич, привет! Поздравляю тебя как таможенник таможенника с нашим профессиональным праздником. И как брата по таможенному союзу хочу спросить, тебе пластилин не нужен? Эй, Шурага, зачем мне твой пластилин? Наша таможня тоже не спит в шапку. Недавно крупную партию порошка задержали. Какого еще порошка? Стирального? Почему стирального? Героина? А при чем тут героин к пластилину? Эээ, молодой ты еще таможенник Шурага. Это так торчки-наркоманы выражаются. Вот порошок у них это героин, а гашиш пластилин. А у тебя этого гашиша теперь завались. Я сам в новостях видел. Белорусские таможенники задержали крупнейшую за минувший год партию наркотиков. Гражданин России пытался ввести на территорию таможенного союза 300 килограммов гашиша, именуемого в среде наркоманов пластилин. Преступник осужден к длительному сроку заключения. Понял, дорогой, что такое пластилин? Да я про другой пластилин, про тот, из которого можно лепить горбатого. А что значит лепить горбатого? Сейчас объясню на простом примере на карандашах. Вот она перед вами, коробка с карандашами. В нее совершенно свободно, вмешается все, что угодно. В коробке с карандашами хамон я везу и салями. В коробке из-под пластилина я груши везу мандарины. А в коробке из-под конфеток везу белорусских креветок. Но это между нами, чтоб по ванне просек. В коробках от детских игрушек в Россию везу я покушать. Везу я туда все, что можно, но чтоб не спалила таможня. И главное, чтоб по ванне просек, что все это санкционка. Либо дамын и хэрр, кто мне объяснит, что такое санкционка? Санкционка? А что то есть? Их вайс нить, но звонил мне недавно герр Алекс и сказал, что всего за два ведра кофе ему позарез нужно целых три тысячи тонн баварских колбасок для санкционки. О-ля-ля! А у меня он попросил десять тысяч тонн французского сыра камамбер. Сэ бон! Он, наверное, гурман. Может, кава под сыр камамбер то подходит, але под двадцать тысяч тонн польских яблок то не на здоровье. I understand. Но мне тоже показалось, что с Алексом что то не так. А что такое? Звонит и говорит мне Браза, чисто по-братски, ужесточи американские санкции против моего друга Вавана. It's incredible! Санкции? Но почему? Он говорит, что в ответ на наши санкции Ваван введет свои. Тогда у россиян не будет еды, а Алекс по-братски накормит их всех этой самой санкционкой, которая на самом деле есть контрабанда. Контрабанда? О-ля-ля! Это же есть незаконно! Алекс говорит, что это у нас незаконно, а у него это бизнес. Just a business. Пишу вам, любезнейший господин Сидзиньпиневич, так как нужду в поддержке финансовой нынче испытываю жесточайшую. И потому уповаю не столько на конфуция, сколько на вливания инвестиционные. Самые, что ни на есть, обширные и внушительные, как великая китайская стена, которую мы вам по-братски можем отштукатурить и побелить за недорогие пару десятков миллиардов денег США. Слышь, братан, чё-то я стремаюсь. Как бы не впаяли нам за эту контрабанду по самое не горюй. Да успокойся, ты чё, не слышал, что сам гарант говорил? И вообще, развели тут в таможне и силовых ведомствах палочно-галочную систему. Не штрафовать нужно, а по-человечески подойти, помочь добрым советам. Понял? Таможенник теперь лучший друг контрабандиста, особенно на границе с нашей братской Россией. Там вообще у них всё подмазано на самом высоком уровне. Я буду долго гнать свой контрафакт, в глухих лесах на фуру погружу, и мне всегда безмерно будет рак. Таможенник, с которым я дружу, тебе всегда безмерно будет рад. Таможенник, которым я служу. А если кто предъявит невзначай, что санкционки фуру мы везём, самим гарантом тёрки трёт пускай, пусть он за нас ответ несёт потом. Самим гарантом тёрки трёт пускай, пусть он за нас ответ несёт потом. И не парьтесь, пацаны, таможня даёт добро, а гарант гарантирует. Душа моя рвётся к тебе, как журавль в небо, ненаглядный Дональд Фредович. И был бы я уже с тобой рука об руку, но случилась у меня серьёзная заминка. Головы поднять не могу. Так наклоняют меня жесточайше мои заклятые друзья с братского востока. Циничная суля, золотой дождь на мою голову. Но мы-то с тобой знаем, Фредович, чего стоят их обещания. Так что не скучай, любезный Дональд, примчусь при первой возможности и заодно наведу парадок в твоём пресловутом Конгрессе. За 2019 год подразделениями таможенного контроля Российской Федерации проведено 213 таможенных проверок. Выявленный ущерб экономическим интересам России составил более 1 миллиарда рублей, что на 35% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Первое место среди каналов поставки санкционной продукции по-прежнему твёрдо удерживает Белоруссия. Это что же получается, Димон? Шура со своей санкционкой кинул нас на целый миллиард? И это, между прочим, ты виноват. А почему я? А кто был в 2010 году президентом России, когда мы с Белоруссией и Казахстаном забутили таможенный союз? Во-первых, это была ваша и думал, что Шура окажется таким хитрожопым. А надо было думать. Кстати, вот он звонит. Слушаю вас, Шура. Алло, Вован, что-то я не понял. А чего ты нам нефти не даёшь? У меня тут труба уже паутиной покрылась. Когда мы организовывали наш таможенный союз, то мы договаривались без всяких там изъятий. А потому что вы, Шура, не хотите брать у нас нефть по мировым ценам и везёте к нам всякую контрабанду. Хорошо, Абабан, давай по мировым ценам, но за российские рубли. Вот в этом вы весь, Шура. Вы что, так до сих пор и не поняли, что российские рубли и есть та самая главная контрабанда, которую вы пытаетесь ввести в Россию? Вот же жульон. Я ещё 25 лет назад знал, что толку с этой Россией никакого не будет. А всё позняки с так называемыми Пшушкевичем. Это они уговорили меня пойти на этот союз. А разве это была не ваша идея? Запомни, Сиро, и заруби себе на носу. Если идея неконструктивная, то значит она не моя. Наш союз таможенный терпит неудачу. Я же думал, будет всё несколько иначе. Ценники на нефть мне Вовану назови. Хочешь моей смерти, а я ждал любви. Ценники на нефть мне Вовану назови. Хочешь моей смерти, а я ждал любви. Станет нам Россия Весчас дальнею чужбиной Только наклоняла вас, а вовсе не любила. Так никто на свете на нас не давил. Жаждут моей смерти, я же хотел любви. Так никто на свете на вас не давил. Жаждут моей смерти, я же хотел любви. А в войнах я таможенных одержу победу. Думаю, что песенка ваша, Шура, спета. Ты ж на братский вертел меня наживил. Хочешь моей смерти, а я ждал любви. Да, на братский вертел вас я наживил. Хочешь моей смерти, а я ждал любви. Скоро с европейцами кончится разлука. Мы же брата векторность, не хотим профукать. Нас ты в своей сети вам не зови. Не хотим мы смерти, мы хотим любви. Меня в своей сети вам не зови. мне желаешь смерть, а я ждал любви. За пенкой срывается пенка, от смеха под жилки прынчат, когда говорит Лукашенко, все комики мира молчат. Моооо! Ха-ха-ха!